Амитхан Султан родился в Алубке, а его настоящая любовь к небу в Севастополе. На военного летчика он выучился в Каче. Здесь же в прошлом году открыли его бюст. 603 боевых вылета во время Великой Отечественной, полсотни сбитых вражеских самолетов и целая жизнь, как одно большое небо. Военную службу он начал в Молдавии. С утра до вечера летал на разведку и штурмовку врага. Полк, в котором служил Амитхан Султан, потерял почти всех бойцов. Выживших направляли в тыл переучиваться на новые истребители. Затем был Ярославль, противовоздушная оборона и знаменитый таран Юнкерса-88, за который в 22 года получил орден Красного Знамени. Этот человек умел выбрать и в бою нужную тактику, принять своевременное решение, применить эту тактику. И все мы видим по его боевому пути и по всей его жизненному пути, что это был очень сильный волевой человек, решительный. Амитхан участвовал в Сталинградской битве. Его включили в состав специальной группы, созданной для противодействия немецким асам. К лету 43-го на счету пилота уже 14 сбитых самолетов. В августе он получил звание Героя Советского Союза. Затем были воздушные бои на Кубани, освобождение Таганрога, Мелитополя и родного Крыма. В мае 44-го удается побывать в родной Алубке. Чудом защитить семью во время депортации крымских татар. Пришлось звонить Хрюкину и говорить, что происходит здесь. Тогда семью Амитхана Султана родители вывезли в Дагестан, но в Дагестане их побоялись принять. И тогда он опять обратился к Хрюкину. И Хрюкин отправил его родителей в родительский дом в Краснодарском крае. Великую Отечественную Амитхан закончил в Берлине. 29 апреля 45-го над аэродромом Темпельхофф он сбил свой последний вражеский самолет. А летом был представлен к званию дважды Героя Советского Союза. Получил вторую золотую звезду. Командующие часто присылали телефонограммы после воздушного боя. Спрашивали, какую тактику применяли Амитхан. Амитхан отшучивался всегда. Говорил, как видел, так и применял. С небом и после войны не расстался. Стал летчиком-испытателем. Одним из лучших в стране. Амитхан Султан освоил около сотни типов летательных аппаратов. Например, советскую крылатую ракету КС-1. Такую, как на постаменте, рядом с бюстом Героя. Во время испытания этой ракеты двигатель не завелся. И поэтому Амитхану предложили покинуть снаряд. Но он этого не сделал. До последней минуты старался сохранить и сам боевой снаряд, и самого себя, в конце концов, завел двигатель. Он приземлился в заданной точке. А 1 февраля 1971 года спастись не удалось. При испытании самолета Амитхан Султан погиб. Сегодня о его судьбе снимают фильмы и пишут книги. Биографию изучают дети. Как лётчик, отличный владеющий самолётом Яв-1, Амитхан имеет себе радость. Как командир он требует их себе и подчинённых. Великий сын опального народа. Работа севастопольской школьницы. Свой доклад Ильмаз Хлобданова представила в Твери на Корниловских чтениях. Исследования признали одним из лучших. Я поднимала литературу, читала разные книги. Также интернет – это бездонный источник с разных сайтов, разные видео. Очень был интересный процесс поиска информации. Я для себя много нового узнала. Её этот человек очень интересовал. И, как выяснилось, в семье много знали о нём, рассказывали. То есть, национальный признак сыграл большую роль. Она даже в поезде поразила, когда ночью свешивается с полки и спрашивает. Наталья Анатольевна, а чем отличаются штурмовики от истребителей? В юбилейный год Амитхана Султана вспоминают по всему Крыму. В учебных заведениях проходят уроки мужества, конкурсы сочинений, конференции. 26 октября о герои вновь будут говорить в Каче. Возле бюста Амитхана Султана запланировано торжественное собрание. Анастасия Синица, Илья Косенков, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.